Известные документальные кадры из фильма Виталия Манского «Свидетели Путина». Перед новым 2001 годом уже бывший президент России Борис Ельцин одним словом и движением лица подводит историческую черту в жизни страны. А гимн возвращали без вас. Даже новые тексты его совсем не спасают. Красненько. Красненько. Так отозвался Борис Николаевич Ельцин о новом старом гимне России, где музыка и основа текста были заимствованы из гимна Советского Союза. Тогда многим казалось, что это всего лишь символический откат в прошлое. Но судя по реакции Бориса Ельцина, возможно, он уже тогда осознавал роковую ошибку, которую совершил на самом закате своего правления. Роковая ошибка, которая привела к власти невзрачного чекиста и бандита Владимира Путина. Насколько сожалел о своем выборе преемника Ельцин на пенсии, сказать трудно, но очевидно, что это был далеко не единственный просчет Бориса Николаевича на посту президента. Президента, с которым большинство россиян связывали огромные надежды на перемены к лучшему. В этом ролике мы будем разбираться, какие ошибки совершил Ельцин во время своего правления, как эти ошибки, а порой и вовсе преступные решения, заложили фундамент путинизма еще до самого Путина. И почему первый президент России, имея полный карт-бланш от россиян, не оправдал возложенных на него надежд. А пока мы не начали, я прошу подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, чтобы его увидело как можно больше людей. Уже несколько месяцев входят слухи о предстоящей блокировке Ютуба в России. Я думаю, что эти слухи не беспочвенные. Конечно, Путин очень хочет заблокировать Ютуб, чтобы никто в России не знал правду ни про войну, ни про его громадную коррупцию. Думаю, это решение не дастся ему просто, но он пойдет, в конце концов, и на этот шаг. Тогда оставаться в повестке, смотреть любимые передачи, интервью, репортажи, можно будет исключительно через VPN. Да и сейчас VPN может облегчить вам жизнь. Во-первых, он позволяет вам пользоваться заблокированными сайтами, например, твиттером или блогом Навального. Во-вторых, он затрудняет государственным сайтам слежку за вами. Если вы пользуетесь VPN, ваш уникальный IP-адрес меняется на другой. В общем, в наше время полезная штука, согласитесь. Поэтому я хочу вам порекомендовать VPN, который разрабатывался теми, кто спасал Телеграм в России в 2018 году, когда Роскомнадзор его заблокировал. Этот VPN нельзя заблокировать так же, как нельзя заблокировать биткоин. Разработчики сделали его специально для стран с высокой интернет-цензурой – России, Китая и Ирана. А если вы живете за пределами России, VPN, наоборот, поможет вам попасть в интернет-пространство России. Например, вы сможете безопасно зайти на сайт Госуслуг или в российский онлайн-банк. VPN доступен по этой ссылке. Она есть в описании под этим видео. Кликайте и пользуйтесь в свое удовольствие. Уверена, что этот сервис реально сослужит вам хорошую службу. Во всяком случае, пока в нашей стране есть Путин. Я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Я такой выбор сделал. Я с этой дороги не сверну. Нуждаюсь в вере и верю в поддержку народов России, в вашу поддержку и надеюсь на нее. Это телевыступление Ельцина 19 февраля 1991 года. Он еще не президент России, но выступает против президента СССР Горбачева. Ельцин впервые публично призывает к немедленной отставке Михаила Сергеевича с поста руководителя Союзного государства. Я отмежевываюсь от позиций и политики президента. Выступаю за его немедленную отставку, передачу власти коллективному органу Совету Федерации Республики. Я верю в Россию и превзываю вас, уважаемые граждане, уважаемые россияне, верить в нашу Россию. Вопреки популярному мнению, что Михаил Горбачев развалил СССР, следует сказать, что именно он до последнего старался сохранить Союз хоть в каком-то виде. Да, перестройку с ее гласностью в большой степени ударили по самому генсеку партии. До Горбачева публично критиковать действующее руководство страны означало лишиться карьеры. И это в лучшем случае. Теперь же на закате перестройки осмелевшие оппоненты зарабатывали на критике политические очки. И в первую очередь Борис Ельцин, с весны 90-го года занимавший пост председателя Верховного Совета РСФСР, по сути, руководителя тогдашнего российского парламента. Может показаться, что Ельцин всегда был непримиримым оппонентом советского режима. И это не так. За 10 лет до распада в Брежневском СССР проблем тоже хватало. Вот только Бориса Ельцина, судя по следующим кадрам, все более чем устраивало. Как демонстрирует очередной съезд партии, ее сегодняшний день – это могучие производительные силы, которыми располагает наше общество. Это благо, которое реально дает развитой социализм советским людям. Это мир и покой, хранящие их. А все это – результат гениального коллективного разума, титанического труда, несгибаемой воли и непревзойденного организаторского таланта Коммунистической партии, ее боевого штаба Центрального комитета и Политбюро во главе с товарищем Леонидом Ильичем Брежневым. Позднее, уже будучи первым президентом России, Борис Николаевич снова сорвет овации публики, но уже с абсолютно противоположной по содержанию речью. Да еще и в здании Конгресса США. Мир может вздохнуть спокойно. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле, социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Впрочем, мы тут не для того, чтобы ловить бывшего президента на противоречиях. Понятно, что брежневскую эпоху нельзя было построить карьеру, не будучи лояльным системе. Ельцин был советским функционером. Пока советская власть казалась незыблемой, Ельцин исполнял все необходимые ритуалы. Партийную работу начал в Свердловском обкоме КПСС. Возглавил отдел строительства. Первым секретарем обкома стал уже в 1976 году. Годом позднее по распоряжению Ельцина был снесен особняк инженера Ипатьева, в котором был расстрелян российский император Николай II вместе с семьей. А так выглядел служебный автомобиль первого секретаря ГАЗ-14 «Чайка». Машины собирались вручную на Горковском автомобильном заводе и предназначались для советских чиновников высшего ранга. Частным лицам такой автомобиль было не достать. Немного атмосферы того времени. Студенты Свердловского института народного хозяйства пожаловались Ельцину на студенческую столовую. В нашей столовой очень грязно. Часто на продуктах можно увидеть мух. По полу и по столам ползают тараканы. Пища готовится некачественно, неаппетитно. Выбора в блюдах нет. Постоянная очередь обслуживает медленно. Порой одинаковые объекты. Я сегодня вместе с товарищами был в этой столовой. Но сделал, так сказать, видимо, тактическую ошибку. Вчера уже в 11 часов ночи все-таки предупредил товарища. Как видно из этого фрагмента, молодой Ельцин обладал в некоторой степени харизмой. К тому же Свердловский регион показывал хорошие результаты, в том числе в профильном для Ельцина строительстве. Успехи замечали и в Москве. Уже в 81-м году Ельцин стал членом Центрального комитета Компартии. А после избрания генсека Михаила Горбачева был приглашен на партийную работу в Москву, где возглавил отдел строительства ЦК КПСС. Позже, по инициативе того же Горбачева, в 85-м году избран первым секретарем Московского городского комитета КПСС. Но уже через два года на октябрьском пленами ЦК Ельцин позволил себе публично критиковать руководство страны, бюрократию и медленный ход перестройки. Реакция последовала быстро. Ельцин был освобожден от должности первого секретаря Московского горкома. И хоть он сам покаялся перед партией и назвал свое выступление ошибкой, в последующем Апало сыграло Ельцину на руку и способствовало росту его популярности. В 1989 году состоялись выборы на съезд народных депутатов СССР. Это были первые частично свободные выборы высшего ранга госвластия в советской истории. Ельцин избирался по Московскому округу номер один и получил около 90% голосов избирателей. Это был триумф Ганимова властью народного героя. Теперь уже Ельцин ассоциировался у многих с переменами. В Верховном Совете СССР Ельцин был одним из лидеров парламентской оппозиции союзному руководству. Через год Ельцин становится народным депутатом РСФСР и председателем Верховного Совета РСФСР, после чего он заявил, что Россия будет самостоятельна во всем, и ее решения должны быть выше союзных. Кто за то, чтобы в целом принять декларацию, прошу голосовать. Решение принято. Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята 12 июня 1990 года, а ровно через год, 12 июня 1991 года, прошли первые в российской истории выборы президента. Ельцин победил, набрав более половины голосов избирателей. Его соперниками на выборах были, например, Аман Тулеев, Альберт Макашов, Владимир Жириновский. Теперь в Москве сосуществовали два президента. Ельцин – президент Советской России, и Горбачев – президент Советского Союза. Впрочем, последний в этой должности пробыл лишь до конца 1991 года. Неудавшийся августовский путь еще больше усилил позиции Ельцина. Попытки Горбачева сохранить союз не увенчались успехом. Беловежские соглашения между главами России, Украины и Беларуси оформили распад СССР. В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Союз распался на независимое государство. Ельцин – президент Российской Федерации. У него народная поддержка внутри страны, он популярный политик на Западе. Казалось бы, с советским прошлым покончено. России больше не нужна идеология, а значит, впереди перемены к лучшему. У нас впервые появилась возможность сконцентрировать все внимание, всю энергию на России, на россиянах, на их проблемах. Конечно, было глупо ожидать, что с распадом СССР в России все сразу наладится. Впереди были болезненные экономические реформы. Шоковая терапия, в основе которой была либерализация цен и внешней торговли, налоговая реформа и приватизация. Власти понимали, что резкий переход к рынку ударит по большей части граждан страны. Но в то же время был консенсус о необходимости таких мер. За проведение шоковой терапии в экономике отвечало правительство младореформаторов во главе с Егором Гайдаром. И казалось, что доверие Ельцина и поддержка реформ в обществе помогут преодолеть временные трудности, такие как рост цен, обесценивание денежных накоплений и безработица. Но по мере нарастания этих трудностей обнажилась серьезная политическая проблема, связанная с системой управления в стране. И эту проблему Борис Ельцин и его команда должны были решать еще до всех экономических реформ. Мы помним, что Ельцин стал первым президентом России еще в 1991 году, когда СССР еще существовал. А ранее в 1990 году состоялись выборы народных депутатов РСФСР, по итогам которых более тысячи человек были избраны на съезд народных депутатов. Формально это был высший руководящий орган, который должен был собираться минимум раз в год. Из числа депутатов съезда на пять лет избирался Верховный Совет. 252 депутата, которые должны были работать на более-менее постоянной основе. Этот Верховный Совет можно было бы считать первым нормальным российским парламентом. Да и сами выборы народных депутатов в 1990 году были вроде как альтернативными. Но проблема в том, что при всей альтернативности отсев кандидатов тогда все еще проходил по партийной линии. Подавляющее большинство из них были членами КПСС. Почему я заостряю на этом внимание? Дело в том, что съезд народных депутатов и Верховный Совет благополучно перекочевали из Советской России в Российскую Федерацию. Понимая, что по прошествии лет легко давать советы. Но в этом сходятся многие эксперты. После провалившегося августовского путча молодому руководству России во главе с популярным Ельцином нужно было добиваться формирования нового парламента России на основе уже полностью свободных и честных выборов. Но этого не случилось. Съезд народных депутатов и Верховный Совет спокойно пережили распад СССР. Отказ от переизбрания парламента стал миной замедленного действия, особенно с учетом тяжести гайдаровских реформ. Критиковать младореформаторов стало общим местом. Депутаты охотно этим занимались. Во многом это тормозило ход самих реформ. В конечном счете Верховный Совет добился того, что в конце 92-го года кабинет Гайдара был отправлен в отставку. Тогда это выглядело компромиссом между президентом и Верховным Советом. Но противоречия в запутанных ветвях власти оказались куда глубже. Со временем это вылилось в полномасштабный политический кризис. На апрельском референдуме 93-го года граждане поддержали президента и проголосовали за проведение досрочных выборов народных депутатов. 21 сентября Ельцин указом распустил высшие органы власти – Съезд народных депутатов и Верховный Совет. Депутаты с этим не согласились, выступили за прекращение полномочий Ельцина. И спустя две недели конфликт перешел в вооруженную стадию. Я не буду подробно останавливаться на событиях с сентября-октября 93-го года. Могу рекомендовать к просмотру отличный ролик Владимира Милова, где он подробно разбирает попытку госпереворота и что этому предшествовало. Для любителей документальной хроники в Ютубе есть канал «Октябрь 1993-го». Там много интересного. Вот, например, что говорил о Ельцине в те непростые дни молодой журналист Николай Сванидзе. Ельцин в долгу перед россиянами, в большом долгу. Он очень долго медлил, медлил неуместно. Он проявлял нерешительность и медлительность, которую его враги принимали за мягкость. Этим он во многом спровоцировал ночное выступление. Мы ночью пожинали плоды медлительности президента. Он проявлял благородство к своим врагам и теперь самое время проявить благородство к своим согражданам. Если в нынешней решительной ситуации, когда он имеет полное моральное право разговаривать со своими противниками, своими смертельными врагами языком ультиматумов, он отпустит их, это очень сильно осложнит его позиции во время предстоящих президентских выборов. В противостоянии президента и Верховного Совета верх одержал Ельцин. Но явно не таких побед ожидали от президента в начале его правления, да и сам Ельцин от себя. Горящий белый дом, танки в центре Москвы, уличные перестрелки на телевидении – все это производило гнетущее впечатление. Кровавые события 93-го эмоционально и физически надломили Бориса Николаевича. Образ уверенного в себе президента-триумфатора рассыпался на глазах. И все же Ельцин не удержался от соблазна и закрепил свою победу юридически. В декабре 93-го года была принята Конституция Российской Федерации. Нормы главного закона страны сделали исполнительную власть сильнее представительной. Президент подминал под себя остальные ветви власти. Всеми этими конституционными плюшками в будущем в полной мере воспользуется Владимир Путин. Прием Госдумы и Совет Федерации превратятся в позорные декорации. Настолько, что к 2020 году Путин сможет беспрепятственно менять положение Конституции. По Конституции 93-го года Россия стала суперпрезидентской республикой. Только вот сам Ельцин в глазах большинства перестал быть суперпрезидентом. Он терял авторитет в народе. Он сдавал физически. Но властолюбивый Ельцин хотел вернуть народную любовь и поддержку. И как это часто бывает, для достижения своей цели он выбрал путь простых решений, за что поплатился сам и вся страна вместе с ним. Еще до развала СССР в 91-м году была провозглашена Чеченская республика Личкерия под руководством генерала Джохара Дудаева. Чечня объявила о выходе из Советского Союза, а затем и о своем суверенитете. Впрочем, ни одна из стран-членов ООН не признала независимость региона. Тем не менее, Дудаевская Чечня оставалась головной болью центра. Периодически попытки урегулировать конфликт проваливались. Москва неохотно шла на переговоры с Дудаевым. И это тоже серьезная ошибка Ельцина. И уж совсем катастрофическим было его решение в конце 94-го года начать военные действия в Чечне. Майкал, ну подавайте отсюда быстрее на исходное. Поле мы на первом этаже, сейчас еще два человека снимаем с постов и выходим. Первое, трое, еще. Третье. Четвертое. Четвертое. Так вот, тем самым простым решением, которое должно было помочь Ельцину вернуть народную поддержку, была классическая маленькая победоносная война. Насколько маленькая и насколько победоносная? Министр обороны Павел Грачев грозился навести порядок в Чечне за два часа одним парашютно-десантным полком. Вокруг Ельцина были и другие силовики и чиновники, которые обещали в Чечне легкую прогулку и склоняли президента к военному вторжению в регион. Увы, Борис Николаевич поддался на эти обещания и уговоры. 11 декабря 94-го года на основании его указа о мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской республики и в зоне Осетина-Ингушского конфликта. В Чечню были введены российские войска. Подробно о Первой Чеченской и об истории Джохара Дудаева я рассказывала в своем недавнем ролике. Обязательно посмотрите. И пользуясь случаем, прошу вас подписаться на канал. Ваши просмотры, лайки и ваша поддержка для меня очень важны. Чеченская война стала большой трагедией. Упрянство и нежелание Бориса Ельцина договариваться с руководством самопровозглашенной Ичкерии, его ставка на подхалимых силовиков – все это погубило десятки тысяч жизней. И хоть активные военные действия на территории Чечни уже не ведутся, вопросы остаются открытыми. Все отлично понимают, что преемник Ельцина Владимир Путин тоже нашел временное простое решение – забросать проблемный регион деньгами. Рано или поздно накопившиеся проблемы предстоит решать. Ведь ельцинская и путинская власти эти задачи провалили с треском. До полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, по данным Boston Consulting Group, 500 богатейших россиян владели 40% всех финансовых активов России. Уровень неравенства в России в несколько раз выше среднемирового. Да, это неравенство формировалось при Путине, но закладывалось еще при Ельцине. Пресловутые олигархи, которые вышли из мошеннических залоговых акционов. Если очень коротко, государство практически за бесценок отдавало в залог банкам акции крупнейших предприятий, причем за его же, государство, деньги. Они лежали на счетах этих банков. А что так можно было, что ли? Разумеется, выкупать акции обратно государству не собиралось. Это были притворные сделки. А вот люди, обогатившиеся на этой схеме, были самыми, что ни на есть настоящими. Абрамович с Березовским, Сибнефть, Потанец с Прохоровым, Норникель. Список можно продолжать. Чуть позже к ним присоединились Авин с Фридманом, которые на так называемом инвестиционном конкурсе за копейки приобрели акции Тюменской нефтяной компании. Эхо грабительских залоговых акционов до сих пор намаукивается. И не только тем, что акции крупных сырьевых компаний были розданы тем, кому надо. Это был показательный пример, что можно воплотить в жизнь самую серую, незаконную схему на глазах общественности. Да, мы за деньги государства приобрели акции крупнейших сырьевых компаний, и что вы нам сделаете? Так в Ельцинской России формировался круг олигархов. Они сначала незаконно разбогатели за счет государства, а потом полезли в дела самого государства. Это еще одна трагедия, которую допустил Ельцин и его команда. В 1996 году олигархи обеспечили победу Ельцина на выборах президента. Под лозунгом «Голосуй или проиграешь» был использован колоссальный административный, медийный и экономический ресурсы. За несколько месяцев нужно было реанимировать рейтинг растерявшего всю народную любовь и поддержку Бориса Николаевича. В основе кампании были страшилки о том, что если коммунист Геннадий Зюганов станет президентом, то о всех завоеваниях демократии и рыночной экономике можно будет забыть в тот же день. Наибольший вклад в поддержку Ельцина внесли федеральные телеканалы РТР, подконтрольные Борису Березовскому ОРТ и НТВ Владимира Гусинского. Активным членом предвыборного штаба Ельцина стала его дочь Татьяна Диченко. Во время избирательной кампании она так вошла во вкус, что продолжила заниматься политикой уже и после победы отца на выборах. Но не политикой в классическом ее понимании, а кулуарной, теневой. Татьяна Диченко, ее будущий муж Валентин Юмашев, Борис Березовский, Роман Абрамович, Олег Дерипаско, Александр Волошин – ключевые члены так называемой семьи узкого круга доверенных лиц, которые влияли на принятие решений президентом России. Это мрачная страница в правлении Бориса Ельцина. Он страдал ишемической болезнью сердца, перенес несколько инфарктов. На втором сроке это был уже совсем нездоровый человек. И многие важные решения в управлении страной принимались как раз внутри этой пресловутой семьи. И внутри этого коллективного разума родилась гениальная идея транзита власти, где в качестве преемника был избран невзрачный чекист – ГБшный деляга Владимир Путин. Подарок от семьи всему населению страны, от которой россияне до сих пор никак не могут избавиться. В этом ролике я рассказала о тех ключевых ошибках Бориса Николаевича, которые мы пожинаем до сих пор. Кто-то, сравнивая ельцинскую эпоху с нашими днями, справедливо заметит, что Ельцин не расправлялся со СМИ и своими политическими оппонентами, что при Ельцине формировался парламент, который был всегда в оппозиции президенту, что при Ельцине можно было открыто критиковать власть. Все так. Но все же Борис Николаевич, как по мне, не смог оправдать тех огромных надежд, которые были на него возложены. Он не справился и допустил непростительно много ошибок. Ельцин должен был понимать своим политическим чутьем, что красненько – это не только откат к советскому прошлому, это еще и будущая кровь, которая обязательно прольется, когда власть вот так легко отдается ГБшному бандиту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова